Арктика В ноябре 2014 года на Тобойском месторождении создалась напряжённая ситуация. На протяжении нескольких недель на территорию промысла повадилась ходить медведица, самка весом 200 кг. Два раза сотрудники Управления природных ресурсов, выехавшие на место, и компания «Луковой Коми» пытались отпугнуть косолапого зверя, но он постоянно возвращался. «Белый медведь» пришёл на производственные объекты ТП «Сернефтегаз» и создавал угрозу здоровью и жизни работников предприятия. Поэтому было принято решение вызвать специалиста с Москвы по обездвиживанию белого медведя и с получением разрешения заповедника Ненецкий о доставке белого медведя на остров Долгий. Прибывший московский специалист по обездвиживанию крупных животных со специальным оружием одним выстрелом усыпил медведицу. «Медведь молодой, в принципе, он себя вёл не слишком агрессивно, но всё равно зверь, белый медведь большой, он весит не менее, явно 200 кг. То есть находиться на производственном участке ему совершенно ни к чему. То есть людям он работать мешал, это абсолютно ясно». Для вывоза зверя на остров Долгий за 40 километров от Тобойского месторождения был арендован вертолёт 2-го Архангельского объединённого авиаотряда. Путешествовала спящая красавица в транспортно-подъёмной сети. «Операция сегодняшняя прошла, в общем-то, можно сказать, более чем удачно. Нам повезло и с погодой, и с коллективом. И зверь оказался, в общем-то, достаточно добрый к нам, потому что каждый зверь, в общем-то, непредсказуемо реагирует на изменение обстановки, на препараты. Вот это всегда бывают проблемы». Учёные не исключали, что такая ситуация повторится, и медведи опять могут зайти к людям. Дальнейшие события показали правоту учёных. Медведица неоднократно возвращалась. Причина простая – её прикармливали сотрудники месторождения. А от легко добытой пищи медведю отказаться непросто. Всё дело в том, что в последние годы южная конечность льдов отходит от побережья достаточно далеко, и там нет питания для медведя. Он ловит морских млекопитающих исключительно со льда. Ситуация была спрогнозирована ещё в августе 2014 года. Тогда, по просьбе администрации региона, Всемирный фонд дикой природы посетил несколько поселений Ненецкого округа. Цель визита экспертов – выяснить, насколько опасен белый хищник и как можно обезопасить людей. Хищники наведывались в посёлок Варнак-Навайгаче, Амдерну и Усть-Кару на протяжении всего лета. Нападение на человека не зафиксировано, но по поведению зверя было видно – человека он не боится. Так, в двух километрах от Варнака два медведя напугали рыбаков, а один даже съел у местного жителя полбочки сала. Затем эту парочку наблюдали работники полярной станции «Белый нос». В Усть-Каре, по словам местных жителей, косолапые не прочь прогуляться по улицам. Бывают случаи, когда мишка с любопытством бродит по дворам и шарит по помойкам. По словам экспертов, именно пищевые отходы манят хищников. В такой непростой ситуации, говорят защитники животных, главное – напугать зверя. Он должен понять, что от населённого пункта исходит опасность. Приблизиться к нему – значит ощутить боль. Когда мы общались с местным населением, мы обещали разработать памятку. Памятку, где пошагу будет дана инструкция, что делать, если вдруг вы утром проснулись, а у вас за окном бил медведь. Важно не терять время, важно оперативно реагировать. И очень важно, чтобы люди на местах были подготовлены. Собственно, для этого мы эту памятку и создали. Также планируем дальнейшую работу с местным населением и на местах, но прежде всего – с включением. Инструкцию вручили губернатору региона Игорю Кошину с тем, чтобы он передал её жителям прибрежных посёлков. Также эксперты Всемирного фонда дикой природы рассказали жителям о причинах частого появления медведя вблизи населённых пунктов. Одна из основных версий – животные меняют традиционные пути миграции вследствие техногенного вмешательства человека, а вернее – интенсификации нефтегазовой добычи на заполярном шельфе. На животных могли повлиять и климатические процессы. Идёт таяние кромки льда, площадь обитания сокращается, и медведи не успевают уйти к местам зимовки. Однако, по словам защитников животных, белые медведи в Ненецком округе агрессивнее своих собратьев с Чукотки и острова Врангель. Животные опасные и в то же время краснокнижные, и защита от них нужна особенная. Чтобы разобраться в ситуации детально, специалисты Всемирного фонда дикой природы, администрации округа, Рост природнадзора, пограничных служб, МЧС и МВД собрались на семинар. Мы хотели также совместно обсудить некоторые моменты, поделиться своим опытом по прошлогоднему бездвиживанию медведя и разработать, наверное, какой-то алгоритм действий с окружными властями по предотвращению конфликтных ситуаций в дальнейшем. Ноябрьская операция по спасению вахтовиков и медведя была практически спонтанной. В округе нет официальных документов и руководства по обращению с белыми медведями. Производить какие-либо действия со зверем запрещено без специального разрешения, ведь животное занесено в Красную книгу, как и Амурский тигр. На Дальнем Востоке для работы с ним создана межведомственная группа реагирования. Иван Мизин выдвинул мнение, что такая же группа должна быть и в Ненинском округе. Их задача будет иметь возможность и знание, опыт и умение для оперативного реагирования на возникающие конфликты в любом точке Ненинского автономного округа, выезда туда и принятие адекватного решения. В группу реагирования вошли специалисты Всемирного фонда дикой природы, администрации округа, Росприроднадзора, пограничных служб, МЧС и МВД. Их задача – разработать алгоритм действий для тех, кто столкнулся с медведем, причем отдельно для населения и нефтепромысла. Если в поселке можно использовать сигнальные ракеты, на месторождении эти средства отпугивания животных запрещены. Кроме создания рабочих групп, по поручению главы региона Игоря Кошина Департамент природных ресурсов, экологии и ОПК разработал механизм предотвращения конфликтов между жителями прибрежных поселений и белым медведем. Сейчас проблема решена. Создана группа, заключены соглашения с комитетом гражданской обороны, сотрудники их находятся на территории поселка Каратайка, поселка Андрома. Там сотрудники пограничного управления ФСБ России и казенное учреждение «Аэропорт Андрома». Координацию действий всех ведомств будет осуществлять Центр природопользования и охраны окружающей среды. Туда будет стекаться информация о перемещении медведей. Специалистами Центра уже закуплены резиновые пули, которые будут доставлены на побережье. Рассматривается вопрос о приобретении дополнительной техники – снегоходов. Если задача пограничников, пожарных и сотрудников аэропорта – отпугнуть хищника, то главы поселений должны оперативно информировать население о появлении медведя в поселке, распространить основные правила безопасности при возможной встрече и убрать свалки с отходами, удалённые от жилых зданий места. Мировой опыт показывает, что человек и медведь могут жить на одной территории, не причиняя друг другу вреда.